внезапно разработчики выкатили патч 4.1 который достаточно сильно меняет баланс игры при этом в лучшую сторону и как обычно я не буду зачитывать весь патчноут а расскажу только на мой взгляд от самых важных аспектах этого патча и в этот раз изменений немного но все они очень существенные в описании будет ссылка на полный патчноут на русском языке большое спасибо ребятам из группы в нбф за перевод и первое наверное что больше всего всех волнует это прорыв на 128 игроков который был удален из игры вообще с концами его больше нет теперь прорыв только на 64 игрока я лично никогда не играл в этот хаотичное мясо где вообще не пойми что происходит и количество событий на квадратный метр просто зашкалил тем собственно разработчики и руководствовались убирая этот режим как они говорят в режиме прорыв на 128 игроков по нашему мнению ценность и влияние отдельного игрока и отряда снижается из-за повышенной интенсивности и хаотичности боя но тем не менее хоть мне этот режим на 128 игроков и не нравился убирать его я считаю абсолютно неправильно потому что много людей в него играли и получали удовольствие а с тем учетом что в игру играет и так три с половиной человека убирать этот режим это очередной выстрел уже я не знаю в какой по счету у них колено зачем кому он мешал люди играют значит им нравится а вы насильно хотите заставить их играть в прорыв на 64 игрока и скорее всего они туда не пойдут а просто пошлют игру нахер так как оттуда удалили их любимый режим и еще плюс к этому теперь в прорыве на картах осколки манифет космодром и калейдоскоп будет версия карты на 128 игроков то есть большая а на песочных часах разрыве и возрождении будет уменьшенная карта на 64 игрока далее до них наконец дошло спустя 6 месяцев и они убрали этот ебучий болт который я думаю заколебал уже всех своей 20 миллиметровой пушкой и дикой маневренностью в класс тяжелой техники теперь наконец мы больше не увидим этот болт на каждом углу так как раньше он был в классе легкой техники вместе с жипом и машины на воздушной подушке понятное дело все брали этот бронированный болт где обычно сидела два человека один за пушкой который выносила вас за пол карты а другой им управлял и с этой дикой маневренностью его даже из ракетницы никто толком не мог подбить но не должен был быть в категории транспорта мини бронированный танк с 20 миллиметровой пушкой так что теперь все нахер болт следующая по важности изменения это жесточайший нерв ангела теперь ему убрали возможность пополнять броню из его сумки с припасами то есть теперь вы не сможете пополнить броню другим а что самое главное себе бронепластин у ангела больше нет и это я думаю сподвигнет ноги тех кто его мэнил например таких как я перейти на другого специалиста так как для меня теперь в нем нет особого смысла потому что основная фишка ангела конечно же была его бесконечная броня которую давала вам плюс 20 процентов дополнительного хп и собственно плюс 20 процентов дополнительного преимущества над тем с кем вы перестреливаетесь если это не такой же ангел целом я считаю это правильное решение потому что он был ну слишком имбовым специалистом я не видел вообще никакого смысла брать кого-то другого у него бесконечные патроны можно сказать бесконечные снаряды для ракетницы и c5 возможность использовать любой гаджет и любое оружие без передислокации с помощью своего ящика ну и плюс к этому еще бесконечная броня что еще для счастья надо зачем вообще брать кого-то другого в моем случае незачем я думаю 70 80 процентов людей решили также играли именно за него крайней мере в конце в конечных репликах практически всегда одни ангела а теперь скорее всего я вернусь обратно на фальк так как у нее один из самых имбовых встроенных гаджетов это моментальный очень быстрый самохилл и это просто невероятное преимущество в перестрелках ну и следующая просто замечательная новость точнее изменения это нерв бориса а точнее его блескать турели которая уже просто жизни не давала да не выйдет стоит а рядом это чудо лежит я прикрепил скриншот с полными изменениями так как их достаточно много и весь список зачитывать не вижу смысл далее они опять что-то сделали с оружием так как прошлом патче были какие-то как они говорят непреднамеренные изменения в поведении некоторых видов оружия из-за неправильных значений в таблице урона чтобы это не значило и теперь по ощущениям у оружия уже практически нет отдачи возьмите тот же коллаж и вы удивитесь в сравнении с тем что было и на мой взгляд убирать так сильно отдачи это неправильное решение так как в игре и до этого патчи убивали буквально за пару секунд а теперь это будут делать еще быстрее возможно конечно таким образом они пытаются подготовить почву для вновь прибывших игроков к первому сезону чтобы им было попроще но главное чтобы ттк не трогали потому что я думаю вы помните чем это обернулась для bf5 далее конкретно по стволам у а я 42 увеличили падение урона на больших расстояниях то есть очередной нерф у а к 24 удалили режим полуавтоматического огня и увеличили скорострельность в режиме стрельбы очередьми до 900 выстрелов в минуту и скажу я вам в этом режиме без отдачи на длинных дистанциях стреляется очень приятно у нтв-50 повышенная эффективность против транспортных средств и увеличили множитель урона при попадании в гусеницы бедному печенегу еще увеличена вертикальная отдача и добавлена горизонтальная будто ему в прошлом патче было мало теперь это просто не играбельный кусок дерьма если стрелять не лежа очень странное решение сначала это был прекрасный пулемет даже имбовый а теперь вместо какого-то адекватного нерфа не отправляют эту пушку на свалку ну и на десерт что я очень надеюсь они исправят до следующего патча а возможно уже исправили к тому моменту как я выпущу этот ролик и это просто ужасные фрезы фрезы во время игры каждые 30-40 секунд фрезы в меню начисления очков и даже во время произношения криповых реплик специалистов в конце матча тоже блин фризит в общем постоянные отвратительные жесткие фрезы играть в таком состоянии в игру нет никакого желания и у меня просто в голове не укладывается каким местом они там тестируют игру перед заливом патча на боевой клиент что не замечают такого пиздеца у игры и так репутация ниже плинтуса в пике играет две с половиной тысячи человек они добавляют в игру жесткие фрезы у меня просто слов нет в общем дайс как всегда своем репертуаре хорошо что сейчас вышла evil dead the game и до первого сезона и следующего патча будет чем заняться и в целом из важных исправлений в этом патче наверное все единственное что странно что этот патч не исправил старые проблемы которые привнес предыдущий патч поэтому будем надеяться что основные исправления будут в патче первого сезона который кстати по новым подтверждением от разработчиков все же выйдет в начале июня то есть максим до 15 числа если следовать здравой логике но у дайс логика своя и начало июня может быть и его конец так что сильно губу не раскатываем всем пока